Давай, пошел! Вместе с туалетом, хорошо! Занавес с профилем Мольера. Музыка, отсылающая классической эпохи. Все это атрибуты нового спектакля. На сцене русского драматического прошел предпремьерный показ комедии Мольера с купой в постановке итальянского режиссера Паула Ильи Олайн. Работа проделана огромная. Все 45 дней Синьор Лайн и его команда работали не покладая рук. Можно сказать, сутки напролет. В результате зритель увидит спектакль, в котором классическая история наполнилась живым соком современных реалий. Купой написана комедия. Но это такая комедия, которая смогла бы быть смешна лет 300 назад. Да уже это такой материал, который достаточно знакомый. Меня больше здесь интересовала тема жадности этого персонажа. Он не только скупой. Жалко, что мы не смогли бы поменять название. Потому что он не скупой, он жадный человек. А жадность – это очень современная тема. Сам Синьор Ланди жаден до новых впечатлений и с истинной итальянской легкостью переносит события былых веков в наши дни. Текст пьесы несколько осовременен. Актеры выходят на сцену в повседневной одежде, забыв о пудреных париках и кринолинах. Ланди как постановщик выдвинул одно условие. Играть гарпогона будет Тимур Гарипов. В трактовке режиссера скупой – это человек среднего возраста, но со старой душой. Да, немало это забота. Храните себя много денег. Скупой – не первая пьеса Мольера, которую в России ставит Синьор Ланди. В Омском театре он вдохнул жизнь в мнимого больного. Поиск вечного и актуального в текстах драматургов прошлого именно это привлекает режиссера. История о жадности, о страсти, о ложных и истинных ценностях – вот что вскоре увидит уфимский зритель. Сам Паоло Эмилио Ланди на премьере присутствовать не будет. Дела требуют его возвращения в Рим. Но постановщик обещает вернуться с новыми идеями и новыми пьесами. Лишь театры и актерский состав останутся прежними. Ланди привык работать с настоящими профессионалами. Юлия Антипина, Ренат Искужин, Мирон Даровских, Башин Форум Видео. Юлия Антипина, Ренат Искужин, Мирон Даровских, Башин Форум Видео.